...вот этого чувачка, кстати, неплохая у него курточка. Доказательство первого газета. Так, а вот тут пытали, походу. Мертвец лежал на полу бойлерной, привязанной к креслу. Капитан Бейсбольная Кепка оставляет за собой рекорд в матче против супергероев. На шесть ящиков пива покруче любого бейсбола. Орудием убийства была бейсбольная бита, которая теперь лежала в луже крови около вырезки из газеты с комиксом Капитан Бейсбольная Кепка. Да. Или фильмы про вампировок. Че они всегда происходят в Лос-Анджелесе или в Мексике? Они же там загорать не могут. Кому я был кровососом, я бы поехал на Северный полюс, где такая длинная ночь. Да? А что бы ты там ел? Сосал кровь у пингвинов? Нет, то есть кемосов, чувак. У с кемосов. Сосал кровь у пингвинов. Да. Оригинально. Можно еще пососать кровь у морских корников? Так, здесь мы были. Взять его! Расстреливаем парней по-быстрому. Отлично. Так. Ох ты гад! Ты откуда взялся вообще? Со спины подошел как крыса. Вот. Более утряющих вообще запиться. Что там с пушками? Проверьте, лучше все сработает на совесть. Джентльмены, займемся делом. Зеленый так зеленый. Зеленоглазые ангелы. Да, точно. Что-то там они обсуждают, но пора. Пора, ребята, им устроить полную матрицу. Заебал. Заеден минус два. Отлично. Давным-давно это было бы просто нарко-арестом. А сейчас что? Сейчас тупо убийство. Расстрел, ребята. Я на тейбу. Забираем ключ, не забудьте. Грязное денье. Прозрачно-зеленый сосуд полон валькира. Валькира. Какое интересное название. В честь каких-то, по-моему, женщин, полуженщин, полубогов или что-то такое. В общем, Макс по ходу игры объяснит нам, что значит Валькирин или Валькирии и вообще. Кто это такие? Сейчас это не главное. Сейчас нам главное сделать перерывчик. Увидимся мы в следующей части. Впереди нас ждет босс. Всем удачи. И пока. Двое сумасшедших убийц готовы разорвать друг друга. Они перешли в следующую комнату. И мне было интересно, как они это сделают. Но нет, они сели возле телевизора и разрешили все свои споры, сыграв в видеоигру кунг-фу. Скажу тебе, крошка, у меня была такая депрессия, что я задушил их обоих проводами от приставки. Ау, Рико, ты такой плохой. Конечно. Рико Муэрто, пудлый негодяй. Что за черт? Это коп. Муэрто потелился с твоим пистолетом. Ха, ничего себе пистолетом. И у него там целый автомат. Ладно. Всем привет еще раз, с вами Брайан Ферст. Это мое прохождение игры Макс Пейн. Редко когда мы начинаем с такого экшена, но все же. Нам нужно сейчас убить Рико Муэрто с братьями Финнито. Мы уже расправились. И уже довольно сильная охрана. Это 5 человек. Точнее 4 человека и 1 шлюха. Вот осталось только ее убить. Да, готово. Теперь осталась только Рико Муэрто со своим автоматом. Он чрезвычайно опасен. И убить его не так уж легко. Ну а если у вас есть большой запас болеутоляющих, как у меня, я думаю, вы справитесь без проблем. Забираем 2 береты. Тут еще патрон для береты и болеутоляющие. Вон там вот лежит. Отлично. Сохраняемся. Вот он. Рико Муэрто. Со спущенными штанами умер. Молодец. Замечательно. Проходим дальше. Что это такое? Порт Эндекс все еще работает. Спасибо, капитан. Очевидность. Давай посмотрим. В задней комнате за приемной был старый телефонный коммутатор. С помощью этой штуки ОН можно было легко записывать телефонные разговоры. Несложно было представить, как жирный хряк сидит здесь в наушниках, подслушивает грязное фальшивое оргазм сразу по нескольким линиям. Да, это одно из злачных мест Нью-Йорка. Даже сейчас я слышал самое разнообразное аханье и уханье. Босс, когните. Это Макс. Айн. Он пришел. Пришел за нами. Он убил. Что, прикалываешься? Хочешь надуть меня? Да он просто вшивый полицейский. В чем, собственно, проблема? Алло? Отвечай. Алло. Все было ясно. В городе появился смертельный вирус, который быстро распространялся. И сразу проснулось что-то безнравственное. Макс Пейн должен вмешаться. Хо-хо. Капитан Очевидность должен вмешаться в это дело, да, Макс? В общем, мы убили, как я уже сказал, всех приближенных к Люпинам. И остался только Винникогнике. Он тоже довольно приближен. Я думаю, что он следующий. Ну, а пока в России запретили горные автоматы, в Макс Пейне их никто не отменял. Так что, вот, если, допустим, у вас мания вот по этим играм всяким, по казино, можете зайти в игру Макс Пейн и поиграть вдоволь вообще. И так. Ох, какой хэдшот, отлично. С одного патрона вынес. Так, забираем тут... Вот тут еще игральный стол. Ставлю свою берету на 36 красное. Так, нужно спрыгнуть вниз, только вот стекло-то не бьется. Ладно, придется бить его. Вот так. Сейчас будет весело. Есть два, еще слева двое. Остался один. Два патрона. Чего? Боу! До свидания. Хорошо. Хорошо. Нужно сваливать из этого места, а то меня от него тошнит уже. Тут ничего нельзя подобрать. Все валяется бесхозное, но взять нельзя. Жалко. Выходим отсюда. И прощаемся с главой 1.4. А, подождите. Можно же на кнопку нажать. Я вроде бы нажимал уже, но видимо еще раз надо. Глава 1.4 подходит к концу. Теперь у нас глава 1.5. Называется она Пусть заговорят стволы. Развернуться, уйти, чертов город. Это, наверное, было бы самым разумным решением, но, кажется, тогда я не умел поступать разумно. Здание, в котором жил Люпина, было очень потрепанным и служило местом сбора разных подонков. Бар ломбард, прачечная, заполненная гангстерами и барыгами. Этот список можно продолжать. Ставалось загадкой, как они узнали, что я коп. Они знали, что я иду к ним. И были настроены очень вынес. По-моему, у тебя на лице написано, что ты коп. Я увидел, как все завело пламя. Бомба взорвалась, превратив снег в расплавленное золото. Столб огня поднял воздух, то, что осталось от машины. Пламя отразилось на лобовом стекле черного Мерседеса, проезжающего по улице. Он ехал очень медленно, как будто водителя не волновало ничто на свете. Я хорошо рассмотрел человека с карабином. Это был Владимир, глава русской мафии города. Он как муха плавал в суде Панчинера. Звон в моих ушах изначал войну между монетами города. Да, попадал он. Водимир, глава русской мафии. Глава русской мафии. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще одна бомба взорвалась внутри здания Удачно, парни внутри перепугались На замке всегда висел ценник Внутрь могли занести еще бомбу И полиция уже могла быть на хвосте Жиглупина Сахарный был на верхнем этаже По крайней мере, бывал там, пока не рвануло Сахарный, Макс Ну что ты, а? Мы же тут взрослые люди Ладно Я не знаю, и я просто не знаю Да брось ты С Рождеством, ребята!